Друзья, всем привет! Сегодня будем говорить про серверизацию и десерверизацию. На самом деле это очень важная штука, особенно если у вас есть свои собственные микросервисы, с которыми вы работаете, которые между собой обмениваются данными через протоколы HTTP в формате JSON. Разные бывают сервисы, разные бывают API, в том числе ваши и не ваши, например, у Яндекса, у Гугла, Фейсбука, ну в общем миллионы всяких разных API-сервисов, которые передают информацию, делятся ей в формате, например, JSON или XML. Ну, XML реже, чаще JSON. И таким образом, когда вы обращаетесь к какому-нибудь API, набор данных, которые переданы, вам чаще всего нужно сформировать в какие-то объекты, в классы. И вот эти вот классы нужно положить, вернее, содержание данных из этих классов нужно положить в базу данных. А как это все сделать? Да, это серверизация и десерверизация. Я сегодня покажу простые, на мой взгляд, приемы, которые вам помогут более качественно сделать вот эту вот обработку этих полученных данных. Ну и, в общем, в какой-то мере управлять этим процессом серверизации и десерверизации для собственных микросервисов, ну и, собственно говоря, для сторонних. Если обратиться к определениям, что такое серверизация и десерверизация, то вот это вы сейчас видите с Википедии. На мой взгляд, это такой суховатый набор букв, мне кажется. Давайте перейдем к определению, которое дает Microsoft. Итак, серверизация – это процесс преобразования объектов, поток байтов для сохранения или передачи в память, базу данных или файл. Эта операция предназначена для того, чтобы сохранить состояние объекта для последующего создания при необходимости. Обратный процесс называется десерверизацией. На мой взгляд, здесь более четко и, на самом деле, определенно, для чего эта цель, вот эта серверизация и десерверизация и будет использоваться. То есть, что это вообще из себя представляет, как это можно использоваться. Но, надо сказать, что не только для памяти или для передачи в базу данных или файл, еще для передачи между, например, микросервисами по протоколу HTTP. То есть, на самом деле, это такая штука, которая будет полезна в том числе и для микросервисной архитектуры. Итак, что такое серверизатор? Серверизаторы бывают разные. Например, серверизатор привязан к конкретному формату. Например, XML-серверизатор. На самом деле, он использовался очень давно. И это было, на самом деле, круто, когда можно было любой объект сохранить в XML и потом его из этого XML восстановить. Но, надо сказать, XML вообще сам себе формат такой, ну, не дешевенький. То есть, если, допустим, у вас есть объект, у которого есть свойство age, у которого значение 5, то для того, после сохранения этого XML, там разы в размер увеличивались от этого самого хранения. Это, на самом деле, было не очень удобно. Хотя, описательная штука, она была достаточно продвинута. Но в этом были минусы, собственно говоря, потому что был объем и плюсы были в том, что очень четко и качественно можно было описать сам вот этот вот объект, который серверизовался в этот самый XML файл, например. Далее появился формат JSON, это JavaScript Object Notation, то есть, более такой, ну, не сказать гибкий, да. Но то, что меньше по размеру, это 100%, это очень удобно на самом деле. Ну, а раз меньше по размеру, значит, передавать его между сервисами гораздо эффективнее, чем, допустим, XML. Ну, и надо сказать, что сборок по реализации, вот это вот, по серверизации, которые реализуют этот трансформирование одного объекта в строку и строки в объект, их на самом деле достаточно много. Я назвал здесь только самые известные, например, Newtonsoft, который JSON. Ну, и, в общем-то, System Text JSON – это реализация от Microsoft. Мы будем сегодня говорить и использовать все примеры на основании вот этой сборки. Ну, еще надо сказать, что бывают разные. Допустим, датаконтракт Serializer, который использовался в другом namespace, он использовался для допсиев приложений, для сервизации по контракту. Там немножко другая специфичная сервизация, собственно говоря, принципы те же самые, но она немножко специфична в контексте платформы, которой она работала. Также существует, например, Binary Formator, который может форматировать текст, вернее, объект, не просто в текст, а в бинарный файл. Я, на самом деле, достаточно часто этим пользовался, ну, например, когда сохранял пароли или специфичную информацию, там, в Windows приложениях или DPE в приложениях. Ну, бывало очень удобно. Ну, и, наконец, существует интерфейс, который называется iSerializable, у которого есть метод GetObjectData. И, в общем, в этом методе вы можете реализовать свою собственную логику, которая будет записывать что-то в объект, там, то есть в текстовой файл. В общем, нужно понимать, что вы можете написать абсолютно любую реализацию, то есть реализовать можно всё, что угодно, а вот десериализовать иногда, на самом деле, достаточно сложно, потому что, если не подумать, как десериализовать, то можно в одну сторону запихнуть и потом уже никогда не рассериализовать. Ну, у меня есть некоторые сборки, которые достаточно старые уже, на самом деле, XML Export, которые реализуют iSerializable, и там вот было такое некое подобие Excel и Word сериализации. Ну, она была под .NET, сейчас её, наверное, уже не буду переписывать, неважно. Ну, и раз мы будем сегодня говорить про System Text JSON, я буду говорить это сериалайзер Microsoft для краткости, потому что System Text JSON, на самом деле, долго, и так, есть у него определённые плюсы, и я настоятельно вам рекомендую переходить именно на него, в отличие от NewtonSoft. Почему? На самом деле, здесь всё очень просто. Есть такой вопрос, да, в чём разница между женщинами и батарейками. Ответ вас наверняка удивит, но он такой смешной, да? Даже у батарейок вообще есть плюс, вот. Ну, это такой, не по теме, да, простите за лирическое отступление, поехали дальше. Почему, собственно, reosystem.text.json? Почему сериалайзер от Microsoft? На самом деле, есть у него плюсы, и они серьёзные. Ну, во-первых, он написан уже с использованием новых типов, например, Span.at, который сам по себе был изобретён для того, чтобы увеличить производительность при работе со стеком, с памятью. То есть, само использование вот этого типа, оно уже теоретически ускоряет, собственно говоря, работу этого самого сериалайзера. Дальше. У Newtonsoft, например, есть такая фишечка, что он работает с UTF-16. То есть, если по умолчанию всегда используется UTF-8 обычно, то Newtonsoft все UTF-8 переводят в UTF-16 и, собственно говоря, обратно. На это тоже тратится время, ресурсы. В общем-то, опять же, вопрос производительности. Ну, и, собственно говоря, когда у вас есть, собственно, сборка, которая не нужно устанавливать, она вшита во фреймворк. Ну, вот здесь мне, как бы, на самом деле гораздо проще. И если учесть, что сейчас некоторые компоненты явно используют Newtonsoft сборку и приходится просто использовать, я надеюсь, что в будущем все будут использовать, ну, стандартную реализацию от Microsoft. В общем, я люблю, когда все в куче, когда оптимизировано, когда обновляется, соответственно, вместе с фреймворком. Ну, это сугубо личный подход. Вы, в принципе, можете на это даже не обращать внимания. Ну, в общем, есть, конечно, этого майкрософтовского сериалайзера и минусы. И я назову, наверное, один и самый большой, который называется Reference Loop Handling. То есть, ну, это определение этого идет из Newtonsoft, то есть там это так параметры называются. В общем, когда рекурсивные запросы, рекурсивные, связанные между собой объекты, сериализуются, то обычно все это валится и говорит, не могу обработать, и приходится переключаться на Newtonsoft, матерясь в основном. Ну, в общем, эта штука сейчас в версии 3.1 не реализована для майкрософтовского сериалайзера. Она будет в версии 5.0. Ждем его. Будет примерно в ноябре. Кстати, надо сказать небольшое, опять же, лилическое отступление по поводу того, что такое Net 5, Net Framework, Net Core. Смотрите, Microsoft объединяет все в одну кучу. То есть, в одном Net Framework будут подразделы Net Framework, подразделы Net Core, но это все будет одно общая штука. То есть, инфраструктура будет развиваться совместно, что говорит о том, что большая часть по интеграции, меньшее количество всяких трансформаций между этими микросервисами, вернее, при передаче данными между ними, при формировании проектов, при трансформации проектов из одного фреймворка в другой. Это будет минимизировано. То есть, .Net объединит в себе все фреймворки. То есть, не будет уже Net Framework, а будет просто .Net. Ну и поехали дальше. Дальше у нас, собственно говоря, демонстрация. Давайте переключимся в Visual Studio и поговорим про сериализацию и диссерилизацию простых объектов. Итак, для начала, что у меня есть? У меня есть проект, который является iSpl.Net Core приложением, который прост, как всегда, до безобразия. То есть, делан с нуля на основе простого проекта. Я добавил контроллеры, я добавил мапы. В общем-то, все, что я здесь добавил, больше ничего. У меня есть один контроллер, который называется Home, чтобы соблюсти по умолчанию роуты. И, в общем, здесь есть некоторый helper. Я вам покажу, он в отдельной сборке находится. И этот helper... У меня есть класс Person, да, у которого есть некоторое количество полей. First name, last name, дата рождения, табельный номер какой-то, идентификатор. И есть вот этот Person Helper, который, собственно, наполняет данными. В общем, здесь не особо чего интересного. Мы будем это использовать, просто чтобы вы не спрашивали, откуда взялись данные и т.д. Ну, для начала давайте запустим приложение. Я поставлю здесь бряку. Итак, смотрите, у меня выполняется метод. Здесь я получаю какие-то данные, тот самый это Person, как вы видите. Здесь у меня есть некоторые наполнения для этого, собственно говоря, пользователя. И я использую JSON Serializer, делаем метод Serialize, как вы видите, и эту дату сервизую. То есть теперь у меня здесь строка. И эту строку я выдаю наружу в формате JSON. В общем-то, сложного абсолютно ничего нету, потому что нужно взять просто объект, сказать сервизатору, сервизуй, и у нас получается вот такая вот строка. Что дальше? На самом деле здесь есть, надо понимать, что есть некоторое количество параметров. JSON, давайте я вот так вот сделаю, new, JSON Serializer Options. И сейчас на самом деле здесь такой, ну, достаточно мощный набор, но в большинстве случаев он мне, ну, как бы, мало когда пригождался. Здесь как бы все по умолчанию, то есть простые варианты, простые реализации, они, как бы, здесь сделаны достаточно в широком формате, и я не буду подробно остановиться, все это описано на сайте Microsoft. Мы перейдем к более сложным вопросам. Ну, и, собственно говоря, если у нас есть вот такой вот метод, который может сервизовать, то есть мы формируем строку, то ничего сложного нам сюда передать не один объект, getOne, а я скажу getMany, да? И здесь у меня уже, давайте я сервизатор уберу отсюда, и еще раз запущу уже без дебага, что мы видим уже, когда у нас возвращается пачка объектов, они также сервизуются в JSON. Надо сказать, что Chrome отображает специальный форматор, то есть, а так это выглядит примерно вот так. Ну, и, в общем-то, здесь на самом деле ничего сложного нет, сложности будут дальше. Итак, что у нас бывает, когда мы... Ну, давайте сделаем вот таким вот образом. Смотрите, когда я делаю сервизовать объект, то для того, чтобы мне его десервизовать, мне нужно сделать обратную ситуацию. То есть, я скачу сказать во Person, и здесь напишу JSON. Нет, я скачу JSON Serializer Deserialize. Ну, и, в общем, я хочу указать Person, пусть это будет Person, либо, так как у меня вот здесь коллекция, я здесь должен указать IEnumerable. Person. То есть, я должен указать то, во что я сервизую, те данные, которые я хочу получить. Ну, и я здесь поставлю бряк, потому что, если я сюда вот этот Person засуну вот сюда, то вот этот метод, окей, от вот этого контроллера, вот в этом месте, собственно говоря, обратно переведет его в JSON, и мы не увидим разницу, поэтому я здесь нажму бряк, кину и запущу в дебаге этот проект еще раз. Ну, и, как вы видите, у меня есть Data, то есть тот самый объект, пачка. Здесь у меня уже сервизованные данные, я могу их показать. Вот они. Этот предпросмотр сделала Visual Studio, а вот здесь, после десерилизации, у меня вот в объекте 4... ой, в смысле, вот в этом вот Person, надо было People, конечно, написать, есть уже те пользователи, которые здесь сервизованы. Тот самый Nures Суходрищев, ну, в общем, Evlampy, в общем, знакомые нам лица, так сказать. Ну, и сейчас я нажму бряку, отпущу, и, собственно говоря, как видите, обратно все сервизовалось. Тот самый JSON, который успешно отобразил браузер. Ну, это как бы только начало. Давайте теперь попробуем сделать немножечко другой вариант. Давайте для начала я переключу проект по умолчанию на другой. Здесь у меня есть то же самое, есть Home Controller, так же все абсолютно, как и в предыдущем контроллере. Это, в общем, чтобы было проще. Ну, и давайте еще вот так вот, контролл-Е-В, покажу, что у меня есть какая-то строка, в которой в формат JSON-а запиханы какие-то объекты. Но, посмотрите, у меня есть Identity, есть FirstName, LastName, тот же самый Nures Суходрищев, как бы табельный номер, дата рождения. Я сейчас попытаюсь реализовать вот этот текст в тот же самый формат, в тот же самый объект, который называется Person. Давайте я запущу эту штуку. Ну, и как вы видите, объект создался, но здесь абсолютно дефолтные значения для этого объекта, в отличие от того, как было раньше. То есть у нас есть объекты на предыдущей вкладке, и по ним видно, что у нас был идентификатор, а здесь он пустой. В чем проблема? На самом деле здесь нужно понимать, что соответствие полей в общем не соответствует. Есть Identity, есть FirstName, и они с маленькой буквы. И первый вариант, это самый глупый, насколько я могу судить, ну, как мне кажется, это переименовать, ну, например, вот это свойство, переименовать First, подчеркивание, Name. Если я нажму ОК, и снова запущу проект, ну, как вы видите, FirstName совпал, и он его сервизовал. Есть такая фигня, и я достаточно часто видел это в разных проектах, на мой взгляд, это не очень красиво, потому что, ну, во-первых, вот эти вот подчеркивания, во-вторых, названия все-таки джейсоновские, они с маленькой буквы, классы, свойства в C-Sharp-е с большой, в общем, для меня это не вариант. Я предлагаю использовать атрибут. Есть специальный атрибут json-property-name, и я могу сюда подставить название того свойства, который будет церилизоваться в этот объект. Это делается очень просто, и, как вы видите, очень быстро. Я сейчас всех их создам, и пропишу. Identity будет в ID. Lastname, соответственно, будет lastname. Я копирую, прошу прощения, чтобы не промахнуться, ну, и чтобы не было мучительно больно за бесцельно потраченное время. И теперь, если я запущу, вернее, теперь, когда я запущу, я получу ошибку, конечно, почему? Потому что я переименовал везде, и а не в обратно, да, там, здесь у нас все с ней, так вот, и еще где-то. Ну вот, переименование. Все-таки стало мне мучительно больно за бесцельно потраченное ваше время. Итак, я запускаю. Ну и, поверьте мне, сейчас все сервизуется так, как нужно, то есть, объект абсолютно один в один, в отличие от того, что было ранее. То есть, это один из способов управлять атрибутами конкретного и сущности для наполнения данными. Надо сказать, что разные типы сущности, например, enumeration, да, они могут тоже сервизоваться по-разному. То есть, в enum может попадать и идентификатор, там, интовое значение целое, а может быть и строчка. И то есть, для этого существуют разные. Ну и, допустим, если у меня есть какой-нибудь enum, ну, например, пусть будет public, enum, ну, какой-нибудь gender, да, пусть будет, ну, по рекомендации Microsoft должно быть первое значение неопределенное. Есть у меня где-то видео на канале объясняющее почему. Ну, здесь будет mail, и пусть будет fmail, как в старый, как говорится, mail, fmail, как в старые добрые времена. и для того, чтобы эту штуку сервизовать, вот в этот, собственно говоря, объект, мне нужно сюда добавить свойства, которые, соответственно, будет, кто там, gender, и пусть она называется gender. Для того, чтобы у меня вот эта штука сервизовалась, ну, во-первых, давайте сделаем, посмотрим, что это у нас получится. я добавил в конец, давайте добавим в конец. И я это сделаю вот таким вот способом. Я напишу gender, нет, ну, конечно же, правильно нужно написать gender, здесь у нас дальше двоеточие, и давайте я напишу опять же gender. слэш mail. Ну, и еще нужно поставить запятую передать, чтобы отделить. Смотрите, когда я запущу, я получу ошибку, потому что это достаточно нетривиальная штука, и вот я и вижу, она мне говорит, что гендер такой-то, такой-то не может быть, в общем-то, трансформирован в мой объект. Ну, и это решается тоже, на самом деле, очень просто. Давайте перейдем в этот person, давайте здесь напишем, ну, во-первых, я написал с маленькой буквы, или с большой. Давайте тоже напишем с маленькой, пусть это будет полный JSON. Здесь я сейчас напишу тот самый формат, будет gender, конвертер, но этого мало. Надо, во-первых, поставить здесь атрибут, который будет называться enumember, и, насколько я помню, value, и здесь будет none, ну, в хорошем смысле, конечно же, здесь будет male, и здесь будет female. Ну, и это еще не сработает. Самого конвертера нету. Для того, чтобы появился конвертер, из этого JSON, вернее, из этого файла, в этот enum, нужно его специально указать. JSON, конвертер, ну, и тип его, он уже существует, сборки JSON, string, конвертер, вот он. Вот сейчас эта сериализация сработает. Давайте запустим и убедимся в этом. Ну, как видите, вот gender, вот male, то есть все как и должно быть. Что я хотел сказать? Смотрите, есть свойства, которые достаточно специфичные, я не знаю, это может быть какой-то специальный класс или какой-то специальный тип или структуру или еще что-то, или какой-то комплексный подход, который вы собираетесь в нескольких классах, то для этого нужно использовать конвертер. И, собственно говоря, этот конвертер вы можете создать таким же простым способом public класс, ну, допустим, custom конвертер, унаследовать его от json конвертер, можете привязать его к типу или, допустим, ну, допустим, какой-нибудь там person, вот такой вот, да, и, в общем-то, здесь имплементировать все необходимые member, так называемые, и, в общем, вот этот конвертер использовать уже для другого класса, ну, в смысле, для сервизации в этот класс, который вы хотите. Ну, я не буду этого делать, я просто показал, как это делается на примере вот этого самого гендера. Ну, это вот такой вот вариант простой, да, то есть, более сложные варианты через кастомные вот эти вот самые конвертеры, которые вы можете реализовать так, как вам нужно с использованием тех самых средств, которые нужны для того, чтобы ваш класс превратился в строку, и потом строка, собственно говоря, превратилась в ваш класс. Ну, и, наконец, пришло время поговорить про третий пример, давайте на него переключусь быстренько, и, собственно говоря, что здесь есть. У меня есть сайт, который называется kolobongo.com, это сайт про юмор, и там есть API, который выдает в рандомном варианте всякие смешные анекдоты истории, и т.д. и т.п. Так вот, для того, чтобы получить оттуда данные, я сделал следующее. Во-первых, я создал новое приложение, я также сделал map, вот этот дефолт контроллер, я сделал add контроллер, и еще я добавил http клиент с именем demo3 и с опшеном, который по умолчанию будет подгружаться для запроса моего клиента, где указывается сайт на kolobongo.com. На этом, собственно, изменения и отличия в файле стартап закончились. Также у меня есть тот же самый home контроллер, в котором я инжекчу в конструктор этот самый http client factory, и потом из этого http factory я получаю get client по имени demo, если помните, там он также называется demo3, и здесь делаю запрос по адресу api slash humor, давайте посмотрим, что сейчас ко мне приходит, давайте я включу бряку, и посмотрим, что это ко мне приходит, ну, как вы видите, респонс пришел, он окей, он сакисфульный, и я читаю строку контента, и я вижу, что мне в респонсе пришел вот такой вот текстовой объект, давайте посмотрим для начала, ну, в общем, здесь его не очень удобно смотреть, давайте его посмотрим в JSON, и, в общем, вот такой вот объект приходит, как вы видите, он такой достаточно, ну, не сказать сложный, такой, с светлениями, да, ну, и теперь, что, вот, как мне теперь с этим дальше быть, на самом деле, все очень просто, я делаю вот таким вот образом, просто покажу, хочу вам показать эту фишечку, говорю, что я делаю вот такой вот, копируем объект, останавливаю проект, создаю новый файл, пусть он называется, ну, какой-нибудь там Humor, C-Sharp, и удаляю созданную по умолчанию, и в Visual Studio есть такая штука, полезная, на мой взгляд, которая называется Special Paste, который может из JSON создать сразу классы, ну, это, мне кажется, вообще бомба, это, кстати, одно из тех, чего мне не хватает в Raider, ну, и теперь остается мне что сделать, мне остается теперь вот эту штуку, сериализовать в мой объект, то есть, так как я здесь резал, получил эта строка, я могу сказать Humor, давайте вот так вот, ой, Humor равен, JSON сериалайзер, deserialize, я могу сказать, а, давайте сделаем Async, мы же можем и через Async сериализовать, потому что у нас теперь эта возможность есть, и я здесь укажу Humor, он же у меня Humor называется, и здесь я должен сказать result, так, давайте посмотрим, как я его назвал, а, он называется не Humor, давайте его перезовем Humor, пусть он теперь так и называется, и теперь я говорю result, и нам здесь еще нужно, нам нужно cancelation token, это у нас http context abort requested, и здесь у меня еще какие-то ошибки, а, здесь мне нужен стрим, но мне стрима здесь, кстати, не нужно, поэтому я здесь зря написал Async, я не собираюсь его через стрим пропихивать, просто он у меня уже сериализован в строку, я вот таким вот образом, давайте я здесь вот таким вот макаром поступлю, я сериализую Humor, и в Humor отдам, для этого я сейчас запущу это все в дебаге, и покажу на результат, итак, у нас здесь сериализовался, то есть та самая строка, как вы видите, а здесь уже тот самый объект, ну, на самом деле все это легко и просто делается, как вы видите, ну, и теперь еще одна немаловажная фишечка, есть вариант, когда люди, разработчики ошибаются по этому поводу, и я просто хочу показать, смотрите, ну, во-первых, я получил этот объект целиком и полностью таким, каким я его создавал, смотрите, у меня есть whole name, а в базе, допустим, допустим, просто предположим, что у меня не whole name, а категория, и здесь, собственно говоря, можно поступить уже, ну, вот, вместо whole name я делаю категории, просто переименовываю и поступает то, как мы поступили в прошлом примере, json, property name, и здесь просто вставляю whole name, тот самый, и вот в чем, вот, что, собственно говоря, некоторые разработчики забывают, смотрите, я запускаю, давайте я запущу в дебаге, вернее, отлично, запустилось, смотрите, я переименовал, у меня пришел, давайте в json покажу, у меня пришел whole name, сериализовал я, соответственно, сериализовал я, соответственно, в категории, как вы видите, и если я сохраню этот объект Humor в базу данных, то, соответственно, он уже сохранится с именем категории, но когда я отпущу бряку, мы увидим на UI, и мы видим, что у нас здесь также whole name, то есть атрибут работает в обе стороны, таким образом, получается, что вы изменили для сериализации в объект, а когда UI получил, то есть, когда браузер это выдал все, ну, даже, надо сказать честно, вот в этом месте, когда он это выплюнул все наружу, этот атрибут сработал в обратную сторону, то есть, он в мою категорию перевел вот этот самый, забыл, как называется, whole name, ну, вот таким вот это вот примерно образом работает, я думаю, на этом нужно завязывать передачу, на этом все, всего доброго, до новых встреч, пишите, подписывайтесь, и т.д. и т.п., в общем, удачного вам кода, пишите правильный код, и, и, т.п., мистарс, и, т.к. Продолжение следует...